На лицах учителей волнение и радость. Это неудивительно. Троих воспитанников оказались в числе лучших на 24-й международной астрономической олимпиаде, которая проходила в городе Пьатра-Ямц, Румыния. Подготовка, как признаются учителя, была долгой и упорной. Каждый из преподавателей внес свою лепту в победу ребят. Была такая общая подготовка, которая проводилась перед Олимпиадами, Всероссийской Олимпиадой. Ну и конкретно к этой Олимпиаде, конечно же, за достаточно короткий период специализированные задачи, которые были в прошлых лет, прорабатывали с ребятами все эти комплекты. Прибытие поезда, секунды ожидания и вот настаёт торжественный момент. Учителя, родные и друзья встречают своих героев. Против них было 19 команд-участниц. Россию представляли две команды – сборная России и Московского региона. Ребята выполняли задания на теоретическом, наблюдательном и практическом турах. Несмотря на все сложности, лицеисты справились. Кирилл и Артём впервые попробовали силы на Олимпиаде такого уровня. Для Сулеймана эта победа не первая. Признаётся, было сложно. Некоторые задания мог бы выполнить лучше. Ясно, что задания другие. Что сказать? Ну, в этот раз я практически туры похуже написал, чем в прошлом году. А теоретический? Ну, я не помню по турам результат прошлого года, поэтому не могу сказать. Ну, по крайней мере, в прошлом году у меня был абсолютный результат по практическому. В этом году почти абсолютный по теоретическому. Самым сложным был теоретический тур, потому что он является самым основным. За него дают больше всего баллов. И обычно, кто его пишет лучше всего, тот и выигрывает. Мама Кирилла Хайдукова не может поверить счастью. В первый раз её сын поехал на такую масштабную Олимпиаду и привёз награду высшей пробы. Гордость родителей. Я узнала о том, что он получил золотую медаль из группы в нашем сайте школьном. Написал классный руководитель. Я была просто без ума от счастья, от радости. Конечно, я знала, что он такой целостремлённый и серьёзный мальчик. Но, честно сказать, даже не думала, что такие высокие успехи в его голове. Очень неожиданно для меня. Очень неожиданно. Я очень счастлива. Впереди у ребят учебный год, экзамены, новые Олимпиады и новые победы. Готовиться к ним начнут практически сразу после возвращения. Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости.